Всем привет, ребят, с вами снова Диана, и сегодня я хотела просто с вами поговорить немножко в форме какого-то влога, где я буду просто сидеть и с вами вот так вот разговаривать. Обычно я такие видео выставляю себе в паблик ВК, так что если вы не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, все ссылки внизу. Но сегодня, я не знаю, почему-то мне приспичило очень с вами поговорить, хотя у меня есть еще очень много вещей, которые мне нужно делать, но, видимо, да, буду сегодня пахать вечером. Так что да, постараюсь как можно, как, ну да, уже язык заплетает Диана, постараюсь себя не обрезать это видео и пытаться говорить во всем так вот собранном, наверное, виде как-то, но, как вы видите, у меня это не получается, потому что по-русски я уже не могу разговаривать и нормально выражать свои мысли. И, наверное, немножко такой темой сегодняшнего видео я хочу сделать то, что в последнее время очень много народу, которых я знаю, они узнают о том, что у меня есть канал на ютубе. И, может быть, кто-нибудь из вас сейчас смотрит это. Привет! Привет! Кто с Кореей, кто с Россией, в общем, да, люди узнают, что я делаю такие видео, что я выставляю их в интернет и что-то кто-то их смотрит. Ого! И кто-то очень любит смеяться надо мной из-за этого. И, конечно, изначально вообще я как бы никому не хотела рассказывать и никому я, в принципе, не рассказывала до какого-то определенного момента, что я делаю видео на ютубе, потому что я знала, что за этим пойдет, что за этим пойдет какая-то насмешка постоянная, что за этим пойдут какие-то приколы и подколы и так далее, и так далее. И, как видите, этого мне избежать со мной не удалось, потому что я никогда никому ничего не говорила. Просто люди как-то нашли меня, забив в ютубе мое имя. Сначала... для начала зачем вообще это делать, не знаю. но потом как-то кидать меня в грязь в какой-то степени и говорить, что ха-ха, Диана видеоблогер, ха-ха, как твои видео, знаете, это... это неприятно. И насколько бы я не была уверена в себе, насколько бы я не понимала, что это я делаю то, что мне нравится, и то, что тебе это не нравится, то, что тебе это кажется смешным, плевать на это. Потому что я от этого получаю огромное удовольствие, во-первых, из-за фидбэка, который я получаю от своих зрителей, а во-вторых, мне нравится процесс чего-то снимать, вот так вот разговаривать с камерой, потом редактировать и выставлять. И при всем при этом, при всем моем понимании к тому, что мне нужно быть все равно, на мне и от каких-то людей непонятных, которые не значат ничего в моей жизни, да, мне все равно очень неприятно, и я все равно как-то закрываюсь во многом, во многих планах из-за этого. Я реже снимаю видео, я реже что-то выставляю, что я думаю, как бы, может быть, вам бы понравилось, но из-за того, что я вижу, как надо мной смеются из-за того иного видео, я не выставляю это. И сейчас я попытаюсь с вами быть очень откровенной, потому что я всегда вам говорю, что вам нужно наплевать на чужое мнение, но, как всегда, очень легко сказать, чем сделать самому. Поэтому, может быть, это я еще там психологически себя настраиваю на то, что вот если я выложу вот это вот видео сейчас на YouTube, то потом я на него посмотрю и буду вспоминать, что мне нужно быть все равно. Но, да, очень много информации сейчас на вас летит. И причина, почему я вам это сейчас все говорю. Я, опять-таки, повторюсь, что миллион раз вам всегда говорю, что вам нужно будет наплевать на чужое мнение до тех пор, пока вы знаете, чего вы хотите, вы знаете, кто вы и чего вы стоите. Но, как видите, у меня у самого это не получается. И я могу вам точно сказать, что у самых самоуверенных людей, у самых, как бы вам ни казалось, нарцисс... сыщ... нарцисс... стичных... Я надеюсь, что это правильное слово. Людей. У них тоже есть свои какие-то... не то что недостатки, а неуверенности в себе. И все через это проходят все. И не важно, сколько тебе лет, и не важно, какой у тебя социальный статус, не важно, где ты в каком-то обществе находишься, всегда это будет в себе присутствовать. И насколько я знаю, и насколько я это все себе представляю тоже немножко, оно никогда не уйдет. И с этим бороться тоже нужно, но правильно и в меру. Я считаю, что какие-то такие упреки и какие-то такие неприятные комментарии максимум, кто может сказать, это ваша семья и ваши близкие. Потому что они это никогда не говорят с тем, чтобы над вами просто посмеяться, или с тем, чтобы вас как-то унизить. Потому что они на самом деле вам желают своего самого лучшего. Так должно быть, по крайней мере, я считаю. Поэтому прислушиваться к мнению каких-то абсолютно ненужных вам людей это неправильно. И именно поэтому я не горжусь собой сейчас в особенности, потому что я все это близко к сердцу принимаю. Не прямо до такой степени близко к сердцу, что я потом все же плачу, конечно. Но мне неприятно. И я стесняюсь этого, и мне как-то становится неловко. Хотя наоборот, должно быть, правильно? Ведь это мой канал, это то, что я творю. Я имею полное право делать с этим все, что я хочу. Я не хочу ничего никому доказывать. Но то, как я к этому, ко всему отношусь, тоже неправильно. Так вот, такой вот круговорот мысли. Мне кажется, я вас очень запутала. Но если вы думаете, что вы одни сейчас, с какими-то неуверенностями в себе, что, допустим, я очень низкая ростом, или я очень высокая ростом, я немножко полненькая, я немножко худая, я немножко такая или не такая, или такой-не такой. Это нормально. И вы не одни такие. Я смотрю в зеркало, и у меня пролетает в голове куча таких мыслей. Просто куча. И никогда не зацикливайтесь на этом. Мне кажется, Катя Клэп говорила это в своих видео. И я повторюсь за ней. Эти недостатки — это именно то, что делает нас сами уникальными. И сегодня я даже прочитала, по-моему, Кара Деловинь. Не знаю, прочитала ли я правильно ее фамилию, она выложила в инстаграм такую цитату, что для того, чтобы вдохновлять других, не обязательно быть идеальным. Но можно вдохновлять людей тем, как ты борешься со своими недостатками. И это так и есть. Есть одна учительница, допустим, у меня в школе, которая показывает мне всем своим видом, насколько профессиональные люди, казалось бы, да, учителя, могут быть такими же, как я. Могут быть несобранными, могут быть очень уставшими, могут быть очень кислыми какими-то. И это очень важно знать, что мы все же сами люди, и что никто не идеален, и что все мы можем сломаться из-за любой мелочи. И у каждого есть свои какие-то, не знаю, левелы, при которых эмоции просто вообще зашкаливают. Допустим, если я все очень близко понимаю к сердцу, это значит, что какой-то другой человек также отреагирует на это. И поэтому я хочу, чтобы вы смотрели на меня в какой-то степени, вспоминали про меня в какой-то степени, когда вы в чем-то не уверены. Когда вы не уверены в том, что выглядите вы на все сто. Вы всегда выглядите на все сто. Это во-первых. Во-вторых, я просто хочу, чтобы оно, вот то, что я сейчас испытала на себе, оно как-то вам помогло, потому что всегда хочется для своих зрителей всего самого лучшего, потому что вы мне даете так много. И да, я проговорила на 15 минут, и, наверное, никто не будет смотреть это видео, но я его все равно выложу. Я вас очень сильно люблю, и пожалуйста, 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 никогда не сомневайтесь в себе. И если вы сомневаетесь, то всегда нужно с этим бороться, нужно всегда ставить руки на пояс, плечи пошире, и думать все хорошо. Я человек, мне можно иногда себе позволить быть слабым, быть немножко неуверенным, но это не значит, что как бы я плохой, или я not enough. Знаете, так что я очень хочу, чтобы вы никогда не опускали руки из-за того, что кто-то другой о вас что-то думает, или вы сами как-то придумываете себе. Да, это очень важно. Я вас очень люблю, и пока-пока!